get fun на связи в этом видео расскажу особенности легких рисеров разных наций дам оценку геймплея с точки зрения новичка и ветерана игры чтобы вы в свою очередь могли подобрать лучшую ветку для прокачки которая подойдет именно вам но для начала необходимо прожать лайк если нравится подборки и написать в комментариях слова поддержки я их читаю и они мне помогают начну с небольшой ремарки если вам интересны не легкие крейсера допустим линкоры эсминцы или тяжелые крейсера то ссылочки на эти видео вы найдете в подсказках я их уже сделал а пока что коротко проясню еще и общей черты легких крейсеров и отличие от тяжелых в 1930 году лондонский договор принял ряд ограничений для кораблей которые подписали многие морские державы в результате появился класс тяжелых крейсеров с артиллерии 203 миллиметра крейсера с меньшей артиллерией назвались легкими и это если очень очень коротко так что отличие от тяжелых крейсеров мощная и злая артиллерия а вот легкие крейсера могли похвастать лучшей скорострельностью ну а как развили такой концепт разные страны мы сейчас с вами и посмотрим американские легкие крейсера это ветка которую начинает даллас они могут похвастать хорошим пво на мой взгляд это их ключевое преимущество внутри класса сильные ауры истребитель заградка все это вместе коктейль который не понравится ни одному авианосцу ввиду того что стоимость заходов на американцев высока потому авик будет стараться вас атаковать в последнюю очередь потому как вы будете для него сложной целью также необходимо знать что у этих крейсеров специфичная артиллерия по дпм урон в минуту американцы одни из лидеров если говорить про цифры в ттх на хай-левел в устар так вообще по цифрам адский выжигатель но есть одно маленькое но попасть по противнику сложно баллистика излишне навесная снаряды летят долго и предугадать курс маневренного противника и нанести по нему существенные повреждения на больших дистанциях будет сложно так что практикуют американцы в основном выжигание линкоров но есть позитивная сторона этой баллистики если постараться и найти низкий островок чтобы вас никто не светил то вы сможете спокойно набивать урон буквально под носом противников в абсолютной безопасности единственное что спасает рандом это ограничение дальности стилибы из-за чего американцы вынуждены искать новые позиции для нанесения урона зачастую ближе к линии боя где опасно но одновременно с этим американцы прекрасно на этих позициях выгрызают эсминцы незаметность ветки лучше среднего дпм исключительно высокий есть гап уже в песке а на восьмом уровне появляется еще рлс позволяющая сильно усложнить жизнь вражеского треугольника также как охотник за эсминцами легкие крейсера сша тоже вполне себе хороши только в отличие от тяжелых крейсеров сша дальность рлс тут пониженная всего-то 9 километров но работает 30 секунд что весьма долго и незадачливому треугольнику допустившего вас слишком близко она не оставит шанса но сразу скажу что американцы играют без торпед так что если вы встретите в островах вблизи линкор то скорее всего вы будете быстро уничтожены так как запас прочности тут небольшой в итоге американские легкие крейсера это прекрасные дистанционные выжигатели так что новичкам ветка может прекрасно зайти заодно вы изучите внимательней карты что тоже поможет в бою а ветеранам наверняка понравится высокий потенциал ветки в геймплей охоты за эсминцами что зачастую приносит много адреналина фана и побед так что рекомендую эту ветку и новичкам и ветеранам одно исключение если вы не любите риск американцев вам лучше не качать так как ветка вам покажется неинтересной и слишком уязвимый советские легкие кресла описать заметно проще универсальность тут в сравнению с американцами хромает маскировка плохая маневренность уровня трамвай борт длинный цитадель большая и принимает по лицу любой советский крейсер сильно практически в любую проекцию ну это конечно речь про легкие крейсера вы не путайте со сталинградом в общем скажу так идти на близкую дистанцию на этих крейсерах зачастую вредно так что торпеды тут носит чисто косметический характер при всем при этом в отличие от американцев советским легким крейсерам досталась скорострельная 152 миллиметровая артиллерия с отличной баллистикой и высокой дальностью стрельбы так что накидывать на дистанции тут одно удовольствие причем не только по линкором но еще и по крейсерам тоже шурс с корректировщиком так вообще может достать свою цель чуть ли не по диагонали карты не хватает не хватает нам силушки богатырской чтоб давать мощные залпы по вражью по вражьему линкору так опять уворачиваемся знаете кстати еще одна маленькая маленькая приятная история сейчас том то что сейчас после уничтожения гнезика мы сможем разобраться они это может не успеем может просто не успеем разобраться с суреем за счет того что у него баллистика гораздо хуже наше я думаю мы его перестреляем даже если у него боеспособности больше все гнезик надо было раньше добивать когда я подставился сейчас сейчас ты либо по мне это просто просто оттрата ресурсов и времени даже на этом нет смысла подставляться и стрелять одно маленькое но грызть и цели придется долго ведь урон с одного попадания небольшой но при этом если вы будете маневрировать вам будет приятно знать что попасть по вам будет вопросом только лишь везение так как дистанция боя плюс скоростные качества нашего крейсера дают достойную живучесть при правильной раскачке еще один момент начиная с восьмого уровня ветки появляется рлс с космической дальностью действия 12 километров так что тушить эсминцы советы могут хотя на них необходимо больше стараться ведь время действия всего-то 20 секунд а дистанция боя как правило больше потому эсминцев остается больше шансов на выживание но еще и скажу вам напоследок пару косвенных плюс и минусов которые не очень кидаются в глаза но вы просто обязаны их знать габ и заградка в этой ветке находится в одном слоте потому вам придется выбирать от кого защита принципиальный и как правило выбора тут нет ведь трамвае подобный корабль очень вкусная цель для авика и лично я всегда брал заградку бронебойки начиная с девятого уровня начинают быть весомой силой из-за того что скорость нарядов и как следствие пробой тут выше среднего так что по бортом советы могут реализовывать бронебойки что в некоторых случаях дает очень весомый прирост дпм хотя по чистым цифрам дпм советских легких лессиров немного отстаёт от дпм американцев рекомендации качать эту ветку есть только лишь для тех кому нравится играть в дистанционный стратегический геймплей с минимальным количеством риска всем остальным ветка покажется очень скучный но скажу что советы просты в освоении так что ветка может зайти новичкам ветка германии до седьмого уровня включает в себя легкие крейсера кораблей много и они достаточно интересны чтобы я дал рекомендацию их попробовать в бою исключительно приятная черта ветки дикий уровень универсальности корабли хороши и в атаке и в защите и в охоте за эсминцами и за линкорами тоже в общем всем кому нужен универсальный боец ветка зайдет ну а в качестве сильной стороны я скажу что против линкоров у немцев есть улучшенный пробой фугасов 150 пробивают 38 миллиметров брони большинство бронепалуб и оконечности линкоров так что наносить урон будет просто без особой пристрелки дальность стрельбы и нюры высокая примерно такая же как у буденного при всем при том что баллистика нечто среднее между советской и американский потому тут тоже крепкий среднячок и пристреляться по цели на большой дистанции будет возможно ну а почему для эсминцев эта ветка сплошной кошмар вы поймете как только увидите характеристики гапа работает далеко долго при этом не оставляя шанса треугольником на нанесение урона торпедами и выживание хотя бы потому что скорострельность немцев тут тоже высока и вот если вы начинаете сейчас думать что в итоге вырисовывается какая-то имбоватость то вы очень сильно ошибаетесь живучесть у легких немцев спорно отсутствие брони ведет к тому что даже один пропущенный залп от линкора может стать причиной смерти отсутствие явных минусов ттх стволов дают некоторые минусы в ттх снарядов и фугасы тут имеют очень слабый урон и маленький шанс на пожар так что для достижения высокого урона необходимо научиться сильную альфу бронебой но из-за калибра 150 миллиметров реализовать эти снаряды будет очень непросто при всем при этом скажу что выйти в борт на нюре будет сложновато потому как у нюры нет скорости что очень важно для такой тактики при всем при этом я скажу что и маскировки тут шикарный нет да и маневренности тоже потому новичкам ветка может показаться сложной в освоении вроде как вы можете делать многое но каждый геймплей дается сложно по выживанию тем не менее из-за большого количества механик и возможных направлений игры я новичкам рекомендую ветку чтобы понять какой геймплей вам больше нравится на немцах вы сможете прощупать все виды геймплея и потом подобрать наиболее приятный вам старичкам же ветка может зайти из-за того что опытом можно закрыть основные минусы выживания а в итоге получить высокий потенциал в нанесении урона по всем видам противникам еще одни очень достойные легкие крейсера представлены ветки британии возможно это самая самая простая ветка легких крейсеров которые нацелены вести бой заточки за счет чего легкие британцы очень сильно влияют на результат сражения в превосходстве при этом что очень важно они не так рискуют как немцы или американцы виду того что у этой ветки есть дымы долги приятные дымы в которых можно сравнительно безопасно проводить бой и давать урон главное не забывать при этом включать gap во время дымного заливания мало ли еще прилетят торпеды причем я вам скажу что раньше вот когда-то давным-давно дымы были не такие жесткие но в одном из патчей сделали время постановки дымов 15 секунд и если вам еще не понятно что изменилось то я проясню если вы посмотрите самые первые обзоры британцев в том числе у меня то услышите что на них необходимо заранее замедляться до постановки дымов и только после того как вы замедлились врубать дымогенератор иначе вы рискуете выйти из дымов в самый неподходящий момент что зачастую путал новичков а необходимость заранее затормаживаться очень подставляла старичков а если их неожиданно кто-то посвятил но сейчас такого нет дымов у британцев стало больше ставится они долго потому вы можете тормозить как вам только угодно и все это поднимает комфорт выживания до безобразия плюс не стоит забывать что скорость торможения и набор скорости у британцев повышенная как будто бы им врубили по умолчанию бонус модернизации в четвертом слоте доступную остальным веткам в общем главный противник который может наш комфорт хотя бы немного потревожить это рлс крейсер но их не так уж и много и потому что если вы запомните их список то вам в общем-то рлс крейсеры вряд ли будут сильно вредить также я должен заметить читерную механику доступную на этой ветке практически во всех кораблях есть хилка которая компенсирует небольшой не критичный урон получаемый в бою то есть если по вам кто-то во время засвета все-таки залепенит фугасами ну или все-таки попадет бронебойкой то большую часть кп вы потом все равно себе компенсируете но тем не менее не думайте что все это очень дикая имба британцы тоже имеют свои неоднозначные стороны и я бы даже сказал серьезные слабости которые могут вам не понравится вся ветка состоит буквально из картона причем цитадель тут настолько огромное что линкоры в любую проекцию способны покарать порой даже случайно лично я на линкорах стараюсь просто не давать британцам шанс уйти в дым и зачастую это лишает меня головной боли виде дымного заплевывающего меня облачка тем не менее вы должны знать что в рандоме много разных случаев и порой законтрить британца не получается просто и вот в этом случае я вам скажу что он остается в своей стихии вооружение у него 152 миллиметровые стволы которые хотят и не очень скорострельные но очень эффективные и забавнутых бронебоек которые дают урон по всем целям от легких до тяжелых и потому запариваться с выбором боеприпасов как на немцев тут нет никакой нужды вот тут кстати тоже неплохое хотя без заградки и потому я бы не стал особо выпендриваться с авиком в бою маскировка тут вот одна из самых лучших что даст вам возможность поистине получить максимальный адреналин в бою из-за того что вы будете действовать буквально под самым носом противника ну еще в качестве особенности я бы отметил потрубные пуски торпед что является фишкой всех британцев в итоге рекомендации качать эту ветку присутствует возможно знакомиться с игрой с битов не нужно несмотря на то что ветка очень простая она крайне уязвимая и даже небольшая ошибка может стоить вам корабля ну а новички вы сами знаете эти ошибки совершают много и часто потому новичку на британца ха порой рандом может просто не оставлять шансов реализовать корабль но вот ветеранам которые кайфуют от адреналинового геймплея и которые умеют играть на эсминцах скорее всего очень закайфуют от британских легких крейсеров ну а дальше будем закругляться итальянцев и французов в разборе тут нет так как их легкие крейсера совсем уж по полу плюсов не отличаются от тяжелых крейсеров при том кораблей тут совсем немного и потому мне что-то подсказывает что эти ветки вряд ли будут выбирать любители легких крейсеров так что будем считать что все интересные легкие крейсера в этом обзоре уже разобраны потому мне остается только пожелать вам успехов надеяться что вы поставили лайк в знак поддержки этого видео и успели подписаться на канал чтобы не пропускать новые интересные видео по кораблям в общем всем спасибо что досмотрели до конца не болейте пока пока